ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС Преступление общеуголовного характера составляет 184, раскрыто 167, что составляет 98% раскрываемости. За аналогичный период прошлого года было 212, раскрыто 189, 89,2%. То есть, если в сравнении брать с прошлым годом, преступления общеуголовного характера за 4 месяца уменьшились на 28 единиц. За незаконное охранение и ношение оружия выявлено 24 факта. За аналогичный период прошлого года 21 факт. Я буду приводить прошлый год, нынешний год, чтобы была понятная статистика. Организованные преступные группировки на территории Республики Абхазия не действуют. Это, я вам скажу так, с учетом анализа происходящих событий, с учетом работы по делам оперучета, по отношению лиц, возможно, являющихся организованными группами. Есть такого рода вывод, мы можем сделать, что на территории Абхазии действующих организованных преступных групп нет. Министр внутренних дел рассказал, что с 1 января по 15 мая текущего года совершено 70 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 20 по факту сбыта. За распространение задержаны 26 человек, из них 18 – граждане России, трое – граждане Абхазии и пятеро – граждане Таджикистана. Сводка за прошлый год также свидетельствует о том, что закладчики чаще всего иностранцы. Мною было инициировано предложение руководству МВД провести встречу на территории Республики Абхазия с руководством ГУНК. Приезжали руководители, и, соответственно, мы с рядом материалами их ознакомили. В прошлом году мы сумели один канал отработать, то есть выявленный канал. Согласно тем сведениям, задержанным людей, показаниям их, нам удалось установить группу лиц на территории Российской Федерации. Данная группа на Северном Кавказе в ходе такой же работы была задержана. То есть голова, этот канал мы один закрыли. Далее, их действует немало здесь на территории Абхазии, этих каналов. Далее, сегодня, также по ряду других информаций, мы прорабатываем мероприятия. Возможно, в ближайшее время мы сможем очередной раз такого же рода мероприятия повести. В качестве одного из возможных вариантов решения проблемы с иностранными закладчиками, Роберт Киут предложил перенять опыт Южной Осетии. Дерритория Южной Осетии, как говорится, сегодня, как таковых, в таком виде, как у нас закладок, фактически нет. Как они это делают? О том, что, как говорится, каждый гражданин иностранного государства, который пребывает на территории Южной Осетии, он обязательно должен заранее подать заявку. Заявку должен подать приглашающая сторона должна подать. То есть человек, который, чтобы не имел доступа сюда, свободного доступа на территорию Абхазии. То есть иностранный гражданин, который, он обязательно должен получить визу также. И, соответственно, перед получением визы должен обратиться кто-то, то есть работодатель его, либо там его друг, знакомый, кто бы это ни был. Приглашающая сторона. Все в рамках, так сказать, действующего законодательства. Если будет рассматриваться, вот этих посторонних людей здесь не будет. Все те, которые прибывают и закладывают, фактически мы же их видим, это люди, фактически впервые прибывшие на территорию Республики Абхазии. Они где-то на территории Российской Федерации их вербуют, отправляют. И они на ура заезжают, потому как у них доступ в страну свободен. Министр внутренних дел отметил, что лояльное отношение абхазского общества к наркоманам и отсутствие реально работающего лечения приводит к тому, что количество наркозависимых постоянно растет. Сегодня наркопотребителей меньше не становится. Но причина тому какая. Что мы делаем с этими людьми? А то, что я его пасушу 15 суток, это не значит, что он выяснится, завтра не будет за этим бегать. То есть это у нас в основном работа плохая ведется. То есть и в семьях не ведутся работы. То есть дачмазюб, хавэ, все, лаха, яй, гварадзгид нейдзам, абрид дачмазюб, яйжитип, згизиктиид, янгидитивэт, ябгидитивэт, ахад дачмазюб. Босрыхот, ахадзхучто, ахучтрэстху, азумзаразуды и тахзам. Мы рады, и вы сказали, что пара дудзагилах, затупах, это кара программа «Алавала Гозер». Наш наркодиспансер, он, в принципе, готов работать, но обратно же ни родственники, ни сами они не обращаются. У нас, видите ли, стыдно обращаться в эти органы. Мы лучше куда-нибудь поедем, там вот, где у нас будут поедать метадоном и обратно дальше убивать. Ни одного человека, я не знаю, который на метадоновой программе приехал сюда и излечился от этого. Этого нет. То же самое и в России, какие-то программы, они временно блокируют, после этого все равно человек начинает это делать. Мы же ведем определенный подсчет, статистику, смотрим поведение сотрудников. У нас только по городу, чтобы вы понимали, зарегистрировано более 4 тысяч наркоманов. Это тяжелый наркотик. Роберт Киут представил статистику ГАИ, согласно которой за 4 месяца текущего года в 42 ДТП погибли 14 человек, что на 11 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные причины ДТП – превышение скорости, сопряженные с нарушением правил обгона, выездом на встречную полосу, а также вождение в нетрезвом виде. За данные нарушения в этом году граждане Абхазии заплатили чуть больше 16 миллионов рублей. За весь прошлый год – более 61 миллиона. С учетом того, что сегодня реализуется программа МВД, то есть цифровизации, соответственно, фото в виде фиксации, я думаю, эти штрафы у нас будут увеличиваться. Ряд факторов сегодня указывает, что штрафов меньше, потому что были сбои по этим камерам. Мы полностью обновляли эту систему. В настоящее время у нас на дорогах установлено 15 камер фото-видео фиксации. Это в рамках реализации программы развития систем автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения 23-25. До конца этого года нами планируется установка в совокупности до 50 камер. Помимо камер, госавтоинспекция будет применять дополнительные формы пресечения нарушений на дорогах. В настоящий момент ведется рейдовое мероприятие в городе Сухум с применением новой технологии, так скажем, выявления нарушений правил дорожного движения в потоке. На прошлой неделе мы проводили тестовые мероприятия. Сейчас, сегодня уже конкретно мы оборудовали два автомобиля, чтобы понимали, о чем идет речь. То есть первый автомобиль стоит на удалении, как говорится, от другого пути следования, на встречном движении и фиксирует в потоке автомобили с нарушениями. Далее эта информация передается второму автомобилю, комплексу, который находится при рейде самому. То есть, соответственно, этот комплекс имеет возможность сегодня получить, выявить в потоке нарушителя, передать его на пост, так скажем, уже передвижной, где проводятся рейдовые мероприятия. На месте этот же комплекс позволяет вручить постановление и, в принципе, работает как полноценный пост ГАИ. Депутаты просили министра обратить внимание на сбои в администрировании транспортного налога и передачи его в дорожный фонд, а также предложили ввести повышенный сбор для владельцев дорогих машин с большим объемом двигателя, чтобы таким образом повлиять на состояние дорог. Роберт Киут обещал проработать это предложение. Что касается превышения полномочий и других нарушений со стороны сотрудников МВД, Роберт Киут привел следующие данные. За прошлый год Управление собственной безопасности провело 91 служебную проверку. 109 сотрудников подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Из них пятеро уволены, трое понижены в должности, 47 получили строгий выговор, 20 – просто выговор. 34 сотрудника получили предупреждение о неполном служебном соответствии, а материалы четырех дел переданы в прокуратуру. В этом году тоже есть уволенные и подследственные. Управление собственной безопасности, вот ее результаты, в результате, у которых за три месяца 2024 года 9 сотрудников подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Так было проведено 20 проверок, подвергнуты взысканиям 25 сотрудников. В том числе уволен один сотрудник. В настоящий момент, скажем так, уволен один сотрудник, это сведения, которые мне предоставили за 4 месяца, но за этот месяц еще ряд сотрудников вынуждены были покинуть службу с учетом определенных нареканий по свой адрес. Вот была ситуация с ребенком, знаете, хочу вам доложить, в любом случае, наверное, этот вопрос будет. Доложите вам следующее, что данные сотрудники отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них проводится служебная проверка. Служебная проверка нашего УСБ, она закончилась. То есть материалы переданы в прокуратуру города Сухум. По окончанию проверки прокуратуры к соответствующим образом будет принято решение по выявленному факту. То есть никаких укрывательств или чего-либо такого лично я и, как говорится, мои заместители, мы не допускаем. Депутаты поинтересовались, как министр оценивает содержание опубликованного в соцсетях телефонного разговора, в котором начальник уголовного розыска города Сухум Альфред Нормания уговаривает мать задержанного подростка забрать заявление. Вообще он не имел права звонить и уговаривать мать о том, чтобы она забрала заявление и все остальное. Поэтому вопросы мы уже с ним проводили определенное разбирательство. Это просто звонок, где человек хотел как-то попытаться выгородить своих сотрудников, либо чтобы люди забрали заявление, понимаете. Это его просто глупые, глупые необоснованные действия этого сотрудника. Но в остальном, скажу так, согласно заключению следственных органов, будет принято решение. В настоящее время обратно подтверждаю, говорю, как только этот случай произошел, информация дошла до руководства, они были отстранены от занимаемых должностей, чтобы не имели возможности не влиять на процесс, либо, как говорится, какие-то проверки. Депутаты парламента также попросили министра прокомментировать слухи о задержании Альфреда Нормания и его подчиненных сотрудниками СГБ. «Госбезопасность проводила мероприятие в отношении сотрудника уголовного розыска УВД города Сухум. То есть все депутаты имеют доступ к информации, которая мне уже была позже доложена. Человека на взятки планировали взять, он как-то там протарал машину, ушел, скрылся и все остальное. На момент, как передачи средств и вообще, как говорится, на момент попытки задержания этих сотрудников, Нормания вообще там даже рядом нигде не было. Он находился в УВД города Сухум и никакого отношения к этому делу, ни к задержанию его лично, ни он не имеет. Были, как говорится, на момент, когда тот сотрудник, убегавший, позвонил в своем числе схране, приехала опергруппа. Когда опергруппа на место туда прибыла, к нему, там, как говорится, уже произошла какая-то перепалка с сотрудниками СГБ, которые были дальше уже прошло разбирательство. Мой УСБ сразу подъехал на место, информировали УСБ, он подъехал. Проверили всех сотрудников, чтобы понимали сразу, я свидетельствую, все необходимое сделали, перепроверили. Тот сотрудник, который сумел убежать, понятно, что факты он вскинул, ничего в отношении доказать невозможно, но утром второго дня он мною был уволен из органов. Народные избранники спросили министра внутренних дел, правда ли, что есть случаи возвращения конфискованных майнинговых аппаратов их владельцам. За 2023 год было проверено 141 объект, было изъято из оборота 3284 единиц. По районам могу обозначить, где больше было. Больше все это Гагарский район. В рамках работы 2024 года за первые 4 месяца проверено 655 объектов, изъято 817 единиц. Изъято оборота помещается на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительского надзора. С 14.02.2024 года внесены изменения в административный кодекс, знаете, оборудование, которое туда попадает, оно конфискуется и владельцу больше не возвращается. Неоднократно проводили проверку, и сверху количество нахождения, ну, как бы, утерь и передачи обратно нет. Депутаты парламента рассказали о том, что хотели посетить аэропорт, изучить обстановку, но их не пропустил на территорию некий человек, представившийся начальником российского частного охранного предприятия. Вопрос к министру, на каком основании на территории Абхазии работает российский ЧОП. О существовании ЧОПа или законных каких-то оснований здесь не только российским, но и абхазским в стране нет. И слава богу, мы все прекрасно понимаем, что за собой может судить ЧОП. Если мы дадим такое разрешение, у нас сегодня под этой организацией будут формироваться преступные группировки. По данному вопросу, Дмитрий Валерьевич, я поставлю на задачу выяснить вообще, что происходит. Но я, в моем понимании, скорее всего, просто тот человек, который представился, он просто, наверное, форму правильную себе придать не смог, но как ЧОП он не может быть вообще в априори. Там, возможно, сегодня, знаете, строительные материалы имеются, там имеется определенная строительная техника, ее необходимо обеспечить, ее охрану там и все остальное. Возможно, какие-то люди в частном порядке нанимаются для того, чтобы обеспечить охрану. Но наверняка они не имеют права, не используя оружие, специальные средства и всего остального. По просьбе депутатов министр внутренних дел объяснил, для чего выступил с инициативой подписать соглашение с Росгвардией. Так как, смотрите, у нас в МВД есть ряд направлений, которые сегодня не курируют, так скажем, и не ведет Министерство внутренних дел Российской Федерации. Это разрешительная система, работа, как говорится, СОБРа, ОМОНа и много-многие другие направления, так скажем, немаловажные в работе Министерства внутренних дел Республики Абхазия, они давно уже выведены из системы Министерства внутренних дел Российской Федерации и переданы под юрисдикцию Росгвардии. Соответственно, что у нас получается, нам непрофессиональных знаний, так скажем, не каких-то, так скажем, практических наработок, либо помощи, так скажем, в техническом плане, либо в другом, оказать нам в этом направлении, согласно, как говорится, подписанным соглашением, МВД России не может. И потому у нас образовались дыры по некоторым направлениям. Современные виды пистолетов, новые автоматы, новые обмундирования, автомобили бронированные, такие-сякие, все вам передадим. Просто нам необходим официальный статус наших отношений. Ни в коем случае, скажу вам так, это соглашение не предусматривает физической помощи нам на территории Республики Абхазия. Во-первых, по некоторым критериям, которым всем, наверное, должны быть понятны и известны. Для ввода на территорию Республики Абхазия или вывода из территории Российской Федерации в другую страну любых сил это соглашение никакой силы иметь не может. Встреча депутатов с министром внутренних дел Робертом Киут продлилась около двух часов. В ходе прочего министр сообщил о скором введении нагрудных камер для сотрудников МВД, разработке поправок в закон об оружии в части ужесточения требований к ношению, а также о том, что вскоре у сотрудников ГАИ появится второй эвакуатор и данную спецтехнику начнут активно применять для борьбы с незаконной парковкой в Сухуме.